центр военного городка витербург 2 водонапорная башня квадратная по парк страссы вот как раз тут орел на жилом доме о котором вспоминают подписчики канала участники групп других групп с кем мы сотрудничаем 15 лет иногда путают такой орел ну похожий находился на здании медсамбата а так по перекрестке на перекрестке направо там было здание медсамбата дальше там расположение отдельно танков батальона 17 и вот этот орел жилой дом это это здание которым размещалась отделение банка министерства обороны почта до факта помещение караульной службы другие службы видимо жилые дома да здесь живут люди жилой дом мы с этого места вот центра мы проедем на автомобиле такая казнь у нас сегодня случилось боевой путь дивизии здесь я говорил в боевой путь части или же стена славы вот здесь был штык нож мы очень часто здесь бываем делаем фото видео возле звезда хорошо все сохранилось зарастает каждый год все срезается здесь вырастает вон автомобиль на котором мы попытаемся проехать по некоторым маршрутам здесь по городу по городку это вход здесь был здание это было здание казарма где же чтобы размещались старца жилой дом настоящее время штык нож здесь был боевой путь дивизии здесь было кпп ворота шлагбаум прямо нижний парк тех парк или парк боевой техники и как мы намереваемся идем к автомобилю проедем да в том году это все было срезано так выросло быстро в каждом нашем видео если мы здесь делаем я говорю что это сноситься не будет это признан памятником архитектуры или же как-то по-другому может быть ну не архитектуры нет это вычеркиваем памятник это памятник да там кпп где было это там войсковая часть кпп войсковой части 60 883 это штаб вот здесь мы к автомобилю подошли как я залез это заросли и живите как быстро она разрастается он какие на цветет вот уже плоды еще правда не спелы но будут да я пошел я за руль не за руль не сегодня я не за рулем вот тут мы сейчас начнем движение осторожно дверь открывается вперед сегодня водитель у меня дочь мы сейчас мы выключим все выключим прямо и направо поедем мы быстро не будем ехать вот это звезда вот мы кпп проезжаем вот здесь вход на территорию войсковой части это я так пристегиваясь с левой стороны пусто и прямо парк боевой техники который нижний мы направо едем пропускаем автомобиль и поехали направо вот на такой скорости примерно ехать кому надо пусть обгоняют нас вот здесь боксы с правой стороны с левой стороны вот начинается этот склад да склад боксы мы были не так давно оттуда с внутренней стороны ходили вспоминали мало кто вспомнил вот здесь находится караульное помещение вон там дальше караульное помещение войсковой части 6883 с правой стороны это расположение этой части этот жилой дом вот он это новодел новые дома жилые дома начинается с левой стороны и там будет мы направо пойдем там будет дом офицеров прямо на ной хай можно выйти на ютрбок центр это можно выехать мы направо повернули здесь было расположение химбата вот здесь не успевая сориентироваться вот потихонечку едем едем и справа с левой стороны будет уже кпп которая на рампу на перекрестке мы направо поедем вот начинаются казармы вот здесь это все военный городок ветербанк 2 зарастает не так давно это все было вырезано мы были очевидцами тут было все чисто вырезали сейчас нет вот здесь был кпп который на рампу ведет повернули повернули и по улице мы проезжаем это жилые дома с правой стороны казармы прямо мы прямо едем ох надо было нам налево повернуть ну раз мы раз поехали это жилой дом налево прямо это гостиницы которые четыре гостиницы что-то тут боком стало мне подсказывать она идет боком неправильно что-то направо пойдем что вон там как раз вот выход туда на мост на пешеходный мост туда надо идти в левую сторону там же кафе офицерское а это здание гостиницы четыре гостиницы мы направо поехали да прямо жилые дома с левой стороны здесь был забор белого кирпича сейчас тут тоже снова все заросло и так давно забор убрали деревья деревья были вырезаны сейчас вот уже не видно что здесь вырезали деревья жилой дом все прямо идем и здесь мы повернем налево по новой дороге проедем прямо пойдем там медсамбат находился и 17 танковый отдельный батальон вот новая тут улица новая дорога новая деревья новая деревья гаштет Нойман мы тут проезжали не так давно этот дом пустует вот серого цвета с левой стороны это магазин дружба налево прямо на выход мы налево вот сюда проедем ну как мы петляем сегодня деревья подросли у дружбы налево направо дороги у нас тут нет и по дорожке налево поехали дорога еще с тех далеких уже времен гадаровские вон как тут растут полевые цветы как посмотреть на них никак не посмотришь маки какие-то другие цветы да 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 вот тыльная сторона этого дома мы видели его дос вот он тыльная сторона это расположение зенитно-пусточного полка столовая штаб шелые дома мы здесь повернули налево теперь мы пойдем прямо а на перекрестке на следующем не на этом на следующем мы налево пойдем здесь поворачивали мы с вами прямо как раз мы расположение отдельного семнадцатого танкового батальона это самбат мы налево вот тут начинали мы видео которое вот это напорная башня вот он этот объект а мы же налево и вниз потихонечку поехали здесь все жили это жилые дома жили семьи офицеров досы были вот дом который серенький он пустует здание вот здесь вот к дружбе там проезжали дружба магазин дружбы жилые дома улица парк страссы это дом который одноэтажный это дом командира дивизии где он здесь прожил вот этот дом мы пойдем мы пойдем тут налево дочь да налево это на выход туда на центр города под мост по центру а направо на алтис лагеря жилые жилый дом потом по новой улице снова проезжаем центр городка мы едем незаметно что это недавно тут было все раскопано даже вон зеленое насаждение рассажены вот тут справа можно пройти к ЖД вокзалу вот здесь вот где желтый домик ЖД жилой дом это линденштрассы улица так мы идем по этой улице тут заманили водопроводные все дела системы там жизнебеспечения водопровод электропроводку много чего вот дружба магазин дом пустует вот здесь было здание что-то связано с военторгом не сняли это здание которое гостет Нойман мы налево да мы правильно ехали линденштрассы это все жилые дома здесь нижний этаж это салон поликмахерский какая-то еще организация этот угол ресторан или гаштет мы прямо жилой дом в настоящее время мы идем прямо вот это башня туда дальше боевой путь части и мы поехали сюда что он так лезет что он такой какой-то странный водитель почему поворачивает налево да и помешал но вот это жилые дома вот мы бы уже видели здание медсамбата которое вот тут с левой стороны будет и вот тут нету а это жилые дома есть вот они потихонечку остановись здесь это жилой дом еще там жилые дома и прямо это когда было кпп отдельного танков батальона а здесь медсамбат там где орел был на углу поехали потихонечку и направо мы поехали здесь объекты все снесены и находится здесь здание которое прямо это казарма с часами мы там часто бываем жилые дома с левой стороны где размещался этот батальон отдельно танковый парк солнечной батареи налево налево чуть-чуть там было столовая сейчас ее нет этого здания это вот жилой дом был казарма направо вот это здание это реставрировали живут люди довольно дорогие квартиры сколько стоит тут жилье однокомнатная квартира 670 евро однокомнатная 670 евро одна комната сколько метров метров 20 ну как А что гулять так гулять 670 евро однокомнатная квартира бывшая казарма а вот мы тут мы тут ходили мы налево и выезжает да кстати сказать мы были внутри уже обновленного этого здания там где живут люди у нас есть видео жало что можно посмотреть что получилось из этой казармы нам налево прямо парк боевой техники который нижний мы налево уходим здесь идет снос объектом тут будет очень большое строительство затеяно это все частная собственность да мы поехали на выход вот здесь был клуб сейчас не скажу быстро какой часть вот буквально там же там же находились плавательный бассейн и вон там где дядечка едет на велосипеде за велосипедистом на правой бассейне рядом с башней водонапорной вот она башня великает уже слева тут уже ничего нет а первым звалины немножко осталось вот это башня здесь были как раз бассейны а перед бассейнами мы проехали там был спортзал и вот тут указывает табличка переделал теснагер четыре километра ветр бок завершился и мы выехали по этой дороге пошли прямо с левой стороны верхний парк боевой техники вот он а прямо мы бы вышли туда на танку бмп-директрисы там огневой городок на полигон но мы налево уходим на перекресток и там на алтес лагерь вот здесь как раз была дорога прямо которая туда шла вышки управления стрельбами где-то боком она у меня идет сюда запись прямо уже будет светофор вон он виден что-то сломалось у меня ничего вечного нет налево на ютербок направо алтес лагерь минуя наш лагерь сначала будет а налево если поедем начало будет госпиталь прямо находится элеватор светофор то есть начался дождик мы успели сделать видео мы тут можем уже завершать поскольку что хотели мы уже сделали двадцать две минуты ну как дворник включим что он будет тут делать да вот уже получше размазало все как всегда в начале дождя и на алтес лагерь поехали а это уже начинается территория забор но и с лагерь первое кпп это здесь хлебзавод хлебзаводу материальным складам центральным вот здесь следующее будет кпп это кпп школы поваров следующее основное кпп а направо там пост номер пять войсковой части 60 606 хранилище авиационного извините ракетного топлива вот здесь направо это я что называю вот здесь основное кпп а дальше вот кпп налево было и часть размещалась строителей стройба вот здесь и вот но и слагер заканчивается этими домами и мы поехали уже непосредственно к но и слагер а налево на нидердердор дождик начинается небольшой но начинается верно обратите внимание а вот сейчас мы увидим с левой стороны поле пшеничное вот уже скоро будет обмолот зерновых и вот мы подъезжаем уже вот шильда указатель автослагер и мы заехали автослагер направо не успели мы надо было нам завернуть на заправку и мы остановили в начале нового видео но ничего теперь мы проедем так нет нет достаточно мы это часто бываем часто ездим здесь все уже знают эту дорогу вот здесь был гаштет который уж который шули вот он шули почему название такое шули это мы проехали вот с левой стороны деревня шули там жили курсанты и преподаватели высшей технической школы летчиков которые потом мы говорим эрдригада где находилась там от красота была организация техническая школа летчиков вот это вот поэтому шули раз школа шули вот мы едем по троебритсен страссы дождь нам не помеха дворники включаем правда небольшой дождь но есть ух тут сильнее дождь пошел да сегодня это второе второе июля июля 2023 года времени 11 часов 10.56 водитель сегодня у меня моя дочь прокатала нас мы сделали видео все эти объекты знакомы всем вот здесь был гаштет у марты и мы налево уходим через жд переезд и мы приехали никак не хочет работать устройство впереди жд переезд ну то есть пошел хороший хороший день значит если дождь пошел вот это кпп рт бригады других частей мы ездим мы едем по каштане на аллее в городок летчиков за забором сразу же расположение войсковой части 42-40-30 на лево стадион этой части еще на лево сразу здесь кафе офицерская вот кпп войсковой части 42-30 мы приехали и в городок летчиков направо и приехали посмотрели мы городок Ютерблок 2 военный городок и заехали в Олдышлагер городок летчиков конечная наша ух ты затрыгала все вот мы остановимся всем все доброе до свидания до новых встреч второе июля 2020 третьего года машин тут много стоит поскольку они все выходной день люди по домам всего доброго до новых встреч